На базе школы-интернат откроется ежегодный лагерь для школьников. Первый поток – 140 детей – примут уже 13 июля. В списке детей составлены. Ведётся работа над развлекательно-познавательной программой. По словам организаторов, она разрабатывается таким образом, чтобы дети не только отдохнули, но и могли узнать много интересного из истории родного города, в достопримечательностях героев Осетии. Делаем акцент на работающих родителей, чтобы они своих детей повели в лагерь и спокойно делали свою работу. Для этого, чтобы попасть в лагерь, для этого нужны такие документы. Копия свидетельства о рождении, медицинская справка о здоровье, справка родителя, что работает, место работы. И потом уже, когда они детей приведут в понедельник, в понедельник они их должны привезти где-то без 29, должны быть на территории лагеря. И на месте у нас будут уже формы заявления, и они заполняют заявление. То есть, родители дают своё согласие, чтобы дети находились две недели в лагере. В этом году лагерь примет два потока отдыхающих. В течение двух недель с 10 часов утра до 6 вечера дети будут заняты. Каждый день отдыхающих будет расписан по часам. Утренняя зарядка, различные конкурсы, спортивные игры, посещение различных мест города. Организаторы сделают всё возможное, чтобы летний отдых запомнился школьникам надолго. Питание в этом году будет трёхразовое – завтрак, ползник и обед. Все вожатые делают свои программы, и, конечно, у нас будет интересно. Мы детей принимаем от 7 до 11 лет. Хочу ещё отметить, что у нас ещё прерогатива – это малообеспеченные семьи, дети-сироты. То есть, стараемся, чтобы именно такая категория детей не оставалась на улице. Проведённое здесь время участники лагеря будут вспоминать с ностальгией. В традиционном сочинении «Как я провёл лето» детям будет, что написать.